Здравствуйте, дорогая Церковь! Мне очень приятно, что мне опять дали такую возможность поделиться с вами тем, что Бог положил мне на сердце. Сегодня я хочу поговорить о славе Божьей. Для нас, для всех, это что-то очень понятное и очевидное. Но как только приходит серьезное обстоятельство, беда, боль, мы начинаем спрашивать, а почему это с нами происходит? Почему именно я? И вот здесь мне открылось таким удивительным образом понимание, что такое на самом деле слава Божья. Если задуматься, наше человеческое восприятие устроено таким образом, что подвиг Александра Матросова для нас намного более понятен, чем подвиг креста. Не для нас, для людей из мира. Исцеление от рака впечатляет намного больше, чем чудесное исцеление от головной боли. К сожалению, мы такие от своей природы. Поэтому Библия наполнена именно чудесами. Когда человек, который очень много лет просил об исцелении и не мог ходить, который очень много лет боролся за свое исцеление, пытался получить это благословение от Бога, получил его в конечном итоге. И это впечатляет. И это те истории, которыми наполнена Библия. Если взять, например, Давида и Голиафа. Ведь это не просто сражение двух воинов, из которых один верил в Бога, а второй не верил в Бога. Нет. Давид представлен пастухом маленьким, худеньким, безоружным, необразованным. То есть пастухи – это были люди, которые не способны были делать ничего другого, которые не могли выучить никакое другое ремесло. То есть он был просто пастухом. И он выходит сражаться с хорошо обученным, вооруженным, весь защищенным от другого какого-то оружия Голиафом, которое намного больше его. Это выглядит абсурдно даже в глазах тех людей, которые были там, даже в глазах тех людей, которые описывали эту историю. И эта победа, которую Давид одержал, она впечатляет. Это и есть слава Божья. Я уверена, что Давиду было очень страшно. Я уверена, что он думал о том, а правильно ли он делает. Потому что это еще и большая ответственность перед своим народом, который он представлял. Но насколько велика была его вера, что Бог с ним, что он вышел и стоял, и боролся до конца. Я хочу сказать о том, что Бог выбрал нас. И Он уверен, что мы будем свидетельствовать о славе Божьей. И глубина нашей боли, и то чудо, которое ждет нас в конце, это именно Божья слава, которую люди в миру, когда увидят, они тоже захотят, чтобы Он был их Богом. И они будут спрашивать, а как нам узнать этого Бога, и как нам попасть к Нему. Потому что бороться один на один с обстоятельствами, которые приходят в жизнь, это очень тяжело. И наше призвание, наша вся цель христианства, Библии, это распространение Слова Божьего. Это то, чтобы люди узнали о том, как Он чудесен, и как велика слава Его. И тоже захотели познать Его. Открывая наши сердца, касаясь их, Бог селит в них желание свидетельствовать другим людям о славе Божьей. Именно о славе Божьей. О том, какой путь мы идем. Чтобы люди, глядя на то, как вы проходите сложные обстоятельства, думали, как им удается вставать каждое утро. Как нам удается, преодолевая боль, преодолевая слезы, просыпаться утром и продолжать делать то, что Бог предназначил нам. Вот это и есть та слава Божья, которая светится в нас. И которая привлекает других людей, которые еще не познали Христа. И каждый из нас является тем проводником, через который другие люди, которые находятся в проблемах, которые проходят горе и боль, могут присоединиться к нам и прожить это время вместе с Богом. Получить Его поддержку, как мы получаем, укрепиться Его Словом, как мы укрепляемся. И это и есть слава Божья. Это тот огонь, который горит в каждом из нас. И даже если он понятен нам, то наша цель и наше призвание – это сделать так, чтобы это стало понятно тем людям, которые не познали Христа, которые страдают, которые находятся рядом с нами, и которые не знают, куда им идти и что им дальше делать. Наша задача – поделиться этим. А дальше – это их выбор. Точно так же, как и у нас есть выбор. Когда приходит беда, мы все готовы свидетельствовать, мы все готовы говорить, «Вот Бог, Ты дай мне решение исцеления, и я обязательно буду свидетельствовать». Но когда мы это получаем, мы не всегда идем свидетельствовать, потому что кто-то стесняется, кому-то стыдно. Но это и есть выбор, который Бог ожидает от нас, что мы пойдем, и мы будем свидетельствовать, несмотря ни на что. Поэтому я вас призываю, укрепитесь. Посмотрите на то, как в Библии описаны войны, Давид и Голиаф, как велика была его победа. И подумайте о нашей стране, в которую Бог допустил войну. Представьте себе, как велика будет победа Украины в будущем, как это будет прекрасно, и как мы будем свидетельствовать об этом. Укрепитесь, пожалуйста, потому что, слава Божья, она не оставляет. Если один раз Он пришел в ваше сердце, и вы выбрали стоять вместе с Ним, несмотря ни на что. Вы можете плакать, вы можете жаловаться, вам может быть больно, вы можете сдаваться. Но главное, оглянитесь назад, увидьте за собой Христа, воспряньте духом, вставайте утром и опять идите. И делайте то, что вы делаете. Боритесь, живите, молитесь, делайте добрые дела вокруг себя. И это и есть слава Божья, которую люди увидят. И вы будете тем пламенем, которое зажжет, может быть, какие-то другие сердца, и люди присоединятся, и найдут свое спасение и благословение. С миром Божьим не сдавайтесь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.